Чтобы вообще кому-то понравиться, не только мужчинам, но и собственной маме, надо сначала понравиться себе. К сожалению, женщины этого не понимают и пытаются решить проблему другим путем. В ход идут косметика, каблуки, мини-юбки, макияж, пластическая хирургия. Я приемлю только один повод пойти к пластическому хирургу, это медицинские показания при явном внешнем уродстве, зайчья губа, огромный кривой нос, полное отсутствие груди, хотя и с этим можно жить. Все остальное не делает человека более уверенным в себе, потому что женщина совершает это не за тем, чтобы себе понравиться, а именно оглядываясь на мужчин. Также женщины стараются понравиться с помощью поведения. Пытаются угодить со всем, соглашаются, не говорят нет, смотрят мужчине в рот и просят, чтобы он еще что-нибудь рассказал про футбол. Многие женщины считают, что это работает. Но, к сожалению, за это никто не любит. Почему? Потому что окружающие видят в тебе только то, что ты думаешь и чувствуешь по поводу себя самой. Если ты себе нравишься, то ты ведешь себя как человек с высокой самооценкой, и тогда мужчина начинает обращать на тебя внимание. А размер груди, длина ног или объем зада никакого отношения к этому не имеют. Мужчина, имеющий дело с женщиной, которая все время ему во всем потакает, не перечит, совсем соглашается и не имеет своего мнения, как минимум, не уважает свою даму. Потому что она прогибается по любому поводу. К тому же, он вообще не понимает, с кем живет, у его женщины нет характера, она никак себя не проявляет, не говорит о своих предпочтениях. Есть категория мужчин, которым нравятся такие женщины. Это мужчины, тоже неуверенные в себе часто с деньгами, и суть этих взаимоотношений всем понята. Но эта история не про любовь. Чтобы понравиться себе, надо делать несколько несложных вещей. Первое, принимать себя такой, какая есть. Что выросло, то выросло, и это надо полюбить. Второе, не надо держать в душе обиду. Если тебе не нравится, как ведет себя мужчина, скажи ему об этом прямо. Он может и уйдет. Но с большей вероятностью начнет уважать и считаться с тобой. Многие женщины относятся к себе расчлененно, левая грудь ничего, а правая не нравится, зубы устраивают, а ноги нет. Поэтому, третий пункт, надо воспринимать себя в целом как костюмчик. Не надо бояться, не надо стесняться, надо открыто говорить, что ты хочешь и чего не хочешь. Если мужчина выносит тебе мозг своими историями, а мужчины обожают хвастаться, то надо прямо сказать, старик, это неинтересно, смени пластинку. И не надо бояться, что он развернется и уйдет. После этого он как раз будет тебя любить. А компромиссы, это вредно для здоровья. Компромисс, это когда ты делаешь что-то против своей воли. А жить надо, как тебе нравится. И мужчину иметь такого, который тебе нравится. И отношения с ним должны тебя устраивать. Любовь к себе должна выражаться в конкретных действиях. А именно, надо быть нормальным человеком. Говорить о себе, о своих желаниях. Вспомните себя в 16 лет, как вы себя вели. И посылали и не боялись ничего. Куда все девалось. Компромиссы, это вредно для здоровья. Компромисс, это когда ты делаешь что-то против своей воли. Важно понимать, что любовь к себе, это не попытка себя улучшить. Потому что это говорит о недовольстве собой. Заниматься йогой, ходить на психологические лекции и так далее можно только по одной причине, вам это просто нравится. Человек доволен собой, когда его родители в детстве любили, такого, каким он был, независимо от успеваемости в школе, поведения и способностей. Но наши родители часто внушают своим детям, что надо меняться, исправляться, стремиться, развиваться и так далее. Но жизнь из этого не состоит. Жизнь состоит из радости и от жизни. Что вас радует, это другой вопрос. Нравится учиться. Учитесь, но преследуя цель самореализации, а не изменении себя. Делайте то, что вам приятно, не пытаясь улучшить себя и кому-то что-то доказать. А попытка преодолеть себя, это насилие над собой, неуверенность и желание понравиться.